Добрый день дорогие друзья, с вами снова Медикал Фитнес, я его ведущий Кравцов Сергей. Сегодня хотелось бы с вами поговорить вот о чем. Вы очень любите нарциссов, вы очень любите биполярное расстройство. И как нарциссы связаны с этим биполярным расстройством, да? Соответственно, я думаю, что вам понравится тема гормонов. Поэтому я вот сейчас в такой рабочей своей одежде. И что хотелось бы вам сегодня рассказать. Как гормональный статус завязан на, соответственно, биполярном расстройстве. И как гормональный статус завязан на нарциссизме. Смотрите, если у нас имеется просто нарцисс, у него может быть нарушение реже самого дофамина. И гораздо чаще рецепторов, работы рецепторов дофамина. И вот вы в одних из комментариев говорили, что вот вроде как нарциссы, есть инфа в интернете, инфа сотка, что, значит, делают нарциссы очень часто выбор в сторону наркотических препаратов. И, ну, скажу вам, что, конечно же, нет такой вот, знаете, ну, по крайней мере, неофициальных исследований в медицинских журналах таких, зарекомендовавших себя, не встречалось. Что вот прям инфа сотка. Но практический опыт этого наблюдения говорит о том, что это так. То есть, мой клинический опыт, клинический опыт моих коллег, по крайней мере, говорит о том, что нарциссы могут злоупотреблять наркотическими средствами. И вот объясняется это тем, что у них либо проседают рецепторы дофаминовые, либо проседает сам дофамин. И, соответственно, вот вроде как на этом фоне, это в Швейцарии, какой-то они такую выборку какую-то пытались исследовать. И вроде, вот как говорилось, на этом фоне они склонны к приему наркотических препаратов. Ну, то есть, у таких лиц идет затяжная такая вот депрессивная какая-то фаза, или склонны они вот выпадать в депрессивную фазу на фоне всех их стрессов. Они же склонны, да, сомневаться в собственной самооценке. Если у такого нарцисса, у него социальное окружение, его высоко не оценивает, в силу каких-то обстоятельств он не может добиться социального признания. Для нарцисса социальное признание очень-очень важно, да. То есть, у него постоянно угнетенное состояние. То есть, у нарциссов, напоминаю, достаточно слабая психика, да. Они не выдерживают долгого напряжения такого психологического гнета. И, соответственно, вот если что-то их вот так вот угнетает, или они находятся в местах каких-то изолированных, типа армии, тюрьмы, острова, не знаю, какого-то ограниченного пленения Тумба-Юмба, где его никто не признает за красавца, авторитета и так далее, то, соответственно, значит, возникает вот угнетение состояния его, и вот он будет склонен искать где-то помощь, выход, он будет очень глубоко чувствовать вот эту вот депрессию такую и будет лечиться наркотой, как правило. Ну вот так считается, так считают ученые из Швеции, если коротко пересказывать, вот пару исследований, которых я читал. И, значит, в чем суть? Еще считается, что, ну, тут вообще это логично, вообще на фоне стресса, а у нарциссов стресс это, понимаете, то есть фактически, если мы возьмем корреляцию, да, там примерно за два месяца можно чертить кривые стрессов нарцисса, да, все равно будет подъем его самооценки, все равно будет опускание его самооценки, потому что на самооценке у нарцисса завязано все. Вот помните, мы рассуждали, вот все у нарцисса происходит от того, крутое он, насколько он крут, насколько плохие или хорошие другие, да, насколько он других может вот просадить, да, чтобы над ними возвыситься, для чего он делает, да, потому что он сомневается в себе. И вот если у него не получилось выиграть, да, вот эту борьбу, а ведь он может быть невысокоинтеллектуальный, не обязательно, что он всегда на коне, да, это же не бывает так в жизни, что, ну, даже вот какой-то тип личности, вроде как он идеальный, и все у него всегда получается, да, то есть это вот в комментариях у меня часто идеализируют нарциссов, но такого не бывает, они очень часто бывают обычными людьми со своими победами, со своими проигрышами, да, но это нормально, это жизнь, и, соответственно, они склонны вот вступать в такую фазу депрессии, и, соответственно, если эта фаза депрессии, ярких переживаний наступает, что у нас будет расти чисто по логике? Конечно, кортизол, и кортизол за собой может тянуть очень много других каких-либо, соответственно, вещей, это в том числе и вплоть, ну, даже вот легкую отечность давать, особенно женщинам, и нарушение немножечко будет иммунной фазы, иногда бывает то, что, ну, это при совсем завышенных состояниях кортизола, но может быть и фрункулез, ну, в общем, ситуация в том, что кортизол это не очень хорошо, когда он длительно высоко, это нарушение опоры двигательного аппарата, и вот очень часто ко мне приходят нарцисски, реабилитология, чтобы вы понимали, она включает в себя множество медицинских, значит, направлений, и, то есть, вот, если работать чисто как мануальный терапевт, вроде ты делаешь массажик, хрустишь костями, это я сейчас ультрирую, это, опять же, не для моих коллег, вот, и у меня есть тоже такая специализация, в свое время я учился, и, значит, суть в чем? Суть в том, что, когда вы используете только это направление, вы себя ограничиваете просто, ну, возможности лечения пациента, потому что очень часто костные нарушения, они, соответственно, сопровождаются чем? Изменением, конечно же, гормонального уровня, все мы помним, что есть, наверняка слышали такое определение, как остеопороз есть на него, там, всякие анализы крови, да, и, соответственно, у нас есть еще ревматизм, вот, и многие там, это, конечно, такое очень сложное заболевание, не будем об этом, но в целом тоже есть, в общем, различные гормоны на это влияющие, различные анализы крови, и вот так вот, чтобы вам, к чему я веду, чтобы в этом всем хорошо разбираться, в опорно-двигательном аппарате, почему он болит, нужно знать хорошо эндокринологию. Поэтому реабилитологу, соответственно, приходится становиться таким эндокринологом. Вот, ну, соответственно, знать и вот всякие классические методики лечения типа мануальной терапии, эндокринологию тоже нужно знать, уметь применять и получить по ней специализацию, желательно, ординатуру. Вот, и, соответственно, это я отвлекся. В чем суть? Вот, суть в том, что когда приходят нарцисски, лично из моего клинического опыта, ну, соответственно, реабилитология включает в себя углубленные знания психологии и психиатрии, я наблюдаю то, что я их направляю на кровь, и у них очень часто выпадает, в том числе и кортизол. И на фоне кортизола идет у них, ну, частенько даже длительного, всегда они не описывают нарушение эмоциональной сферы на фоне какого-то стресса, длительного очень, да, и, соответственно, вот они говорят, что у них, соответственно, вот такие нарушения уже опорный висон аппарат идет. Вот, чувствуете, какая связь? Гормоны, окружающая среда извне, совершенно, не таблетки какие-то страшные, не, соответственно, страшная еда, облученная радиоактивным, не знаю, ураном из Чернобыля, не знаю, чем-нибудь таким, да, вот, пришельцами. Значит, а не еда вот эта вот, которую там многие боятся, не телевышки какие-то, да, там, кто-то, где еще там, в мобильных телефонах кто-то узрел радиацию. У меня одна пациентка очень боится в КТ, говорит, радиация, так прячется страшная, просто смертельная. Значит, в чем суть? Не в этом дело. Дело в чем? Дело в том, что просто сами взаимоотношения между людьми и то, как вы взаимодействуете, получаете положительный результат от взаимоотношений или отрицательный, в итоге влияет на ваш гормональный статус, потому что вы же что-то испытываете по отношению к данной ситуации. Соответственно, раз вы что-то испытываете по отношению к данной ситуации, значит, гормональный фон поменялся, и если эта ситуация особенно затяжная, которая негативна, а может быть позитивна, влияет на ваш гормональный статус, будет меняться и настроение, и ваше самочувствие, и самое главное, внимание, ваше здоровье, ваше здоровье будет максимально коррелироваться в зависимости от вашего психологического состояния. Поэтому нельзя эндокринологию воспринимать только как горсть страшных, непонятных лекарств, от которых, как одна моя пациентка сказала, борода растет. Это, соответственно, очень широкий способ понимать нашу и в том числе психологию. Вот такой вот коротенький выпуск, то есть, подводя итог, что я хотел рассказать. Рассказать о том, что если вот мне очень много часто пишут люди, что вы считаете себя нарциссом, это повод померить кортизол и что-то предпринять в эту сторону. Вот. Соответственно, это повод следить за дофаминными рецепторами, вести профилактику. Не буду сейчас углубляться в этом тайминг выпуска, поэтому я думаю, что если вам интересно о том, как вести профилактику, ухаживать за дофаминщиком, собственно, мы можем об этом снять отдельный выпуск, отдельно на эту тему поговорить. Вот. Ну и вообще следить за своим психологическим состоянием. Очень плохо для психики и расшатывает очень сильно гормональный статус. Как раз такие состояния, как у наших нарциссов, да, которые ведут и к развитию там биполярного расстройства. То есть, когда мы очень сильно чему-то обрадовались, а потом, к сожалению, очень сильно расстроились. И вот если мы так часто себя будем расшатывать и в психику таким образом, это обязательно скажется на нашем гормональном статусе. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Крафтсов Сергей, Medical Fitness Psychology. Жду вас всех на своих консультациях онлайн. Да пребудет с вами здоровье.